Всем привет на канале Олег Нестерова Брест. Сегодня мы продолжим эпопею про дядю Толю, как его вытащить из этой ситуации. Как в прошлом видео вы смотрели, то есть дядя Толя дал обещание не пить, да, то есть ему его подержали, но обещание он своего не сдержал, то есть выпил в тот же день. Впоследствии разбил все лицо, лежит в больнице, работа стоит, как бы, ну, подписчик мне вот Александр звонил, завтра позвонит мне, может быть, на рации не связались, может быть, пока Александр мне поможет с работой. Как бы особо, конечно, я не нуждаюсь в помощнике, дядю Толю я буду ждать, буду как-то бороться за него любыми путями. Посмотрите в это видео, сегодня я был в больнице, что с ним случилось. И дядя Толя наш в косяке, лежит в больнице. Поеду навещу, бедолагу, блин. Вот вместо того, чтобы работать, сегодня суббота, приходится ездить по больнице. Не знаю, в зал он сигарет, там печенье. Морс сварил. Нужен ли он, ну, только не знаю, пешеходы. Анатолий? Анатолий, вставай, красавица. Как жизнь? Хорошо, да? Ой, здорово, да, выпил, кайфанул надолго? Анатолий, вставай. Передай привет. Привет всем. Привет всем. Хорошо тебе? Хорошо тебе? Нос на боку, хуже, чем у дяди Олежа. Хорошо, да? Вставай. Ты работать идёшь? Сейчас операцию буду делать. Какую нафиг операцию? Операцию сейчас я тебе сделаю. Хараки, ребят. Вставай. Работать идёшь? Толик? Тебе зеркало дать посмотреть, в какую чму ты превратился. Хорошо. Хорошо, да, тебе? Хорошо пить? Какой ты кайф поймал вообще? Толик? Какой ты кайф поймал? Водки. Ну, скажи. Ты же обещал вчера не пить. Не буду пить. Всё, ребята. Об стену ударился. Чего? Громче скажи. Об стену ударился. Об стену ударился. Наверное, стена пьяная была, да? Наверное. Наверное. А чё ты об неё ударился? Как можно было в стену въехать? Пьяная была. Пьяная была. Пьяная была. Стена. Ну, и чё ты дальше думаешь вообще в своей жизни? Завяжу пить. Завяжешь? Я посмотрю. Посмотришь на себя потом. Какой ты красавец. Слов нету. Картина печальная. Ну, будем бороться. Дадим ему ещё один шанс. Может быть, сделаем укол. Какое-то время, может, он протянет. Дадим ещё один шанс. Шансов я ему дал много. Первый – это когда я его вытащил, дал работу. Второй – это когда он у меня дома ночевал три дня. Я его пытался отходить. Третий шанс. Когда он нам пообещал. Сейчас уже четвёртый шанс. Но дядя Олег не мама чё ли, блин. И не мать Тереза. У меня тоже есть свои планы на жизнь. У меня тоже есть стремления какие-то к жизни. Да, я хотел помочь. Я хотел действительно помочь. И буду помогать ещё какое-то время. Но не всё время. То есть терпение моё может лопнуть. Понимаете, один-два раза наступить на грабли, два – это уже плохо. Но танцевать на граблях я не собираюсь. Так что, не знаю, пишите комментарии, что вы всё об этом думаете. В следующей передаче я поеду к доктору, у которого я лечился, да, который мне помог избавиться от этого. Поговорим с доктором, осудим всё это дело, что происходит с дяди Толи. Постараемся понять психологию дяди Толи. Ну и ещё одна передача будет. Я надеюсь, мы поговорим с доктором. Может быть, доктор сделает какую-то лекцию. Понимаете, бывает, что человек посмотрит вот это всё и решит для себя, да, что это ему не надо. Бывает. И дай Бог, что у кого-то это получится. Ну а на сегодня всё. Будем бороться. Всем добра и бабла. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok